Здесь играют дети в футбол. Эту площадку отдали под строительство высотного дома. Они официально сказали, что мы здесь строить не будем. Вы своего ребенка сюда пустите играть, рядом с трансформатором на будке. Как он мог это сделать? Как могли подписать? Первый раз они приехали в 2020 году. Забирают возможность нашим детям заниматься бесплатно спортом. В данном случае это футбол. Я просто не знаю, какое будет будущее. Это футбольное поле 6-го микрорайона Бишкека. Жители возмущены. По их данным, здесь планируют построить многоэтажный дом. Вот вы приехали, да, вы воочию видите, да, что вот здесь, вот она, площадка, которая находится с советских времен, вот, 71-го, по-моему, годов. А здесь играют дети в футбол. И зимой, и весной, и летом. И вот зимой были морозы, дети были здесь. Сейчас просто их нет, потому что кто в школе, кто на тренировке. А вечером дети постоянно здесь. Захват участка бизнесмены-застройщики начали еще три года назад. С тех пор идет борьба за футбольное поле. Первый раз они приехали в 20-м году. В 20-м, как раз, вот, получается, весной приехали они с техникой. Ну, естественно, мы, люди, вышли. Мы здесь подняли бунт. А потом приехали все госорганы. Здесь были и октябрьская прокуратура, и Акимеят был, и с мэрией приехали. И депутаты были, обещали нам, что они разберутся с этим делом. И что как бы на нашей стороне они. Вот по сей день все это тянется. Земельный участок, на котором и находится футбольное поле, был отдан в аренду под застройку жилого дома мэрии города Бишкек еще в 2011 году. Мэром столицы был тогда Исао Меркулов. Мы только два года назад узнаем, что эту площадку отдали под строительство высотного дома. Кто отдал? Тот, кто в то время работал мэром городом. Это Исао Меркулов. Как он мог это сделать? Как могли подписать? Собраний жильцов не было. Жители микрорайона уже несколько раз обращались в мэрию. Но конкретного ответа пока не добились. Мы уже несколько раз записывались на прием к мэру города, к тому мэру. Теперь к этому Абдекадырову мы записывались. И все только разводят руками. Ой, у вас суды, ой, у вас суды. На данный момент проблема решается в суде. Но жители уверены, там победит застройщик. Первый приговор уже принес ему выигрыш. Дело в том, что у нас осталось два суда. Это городской и верховный. Октябрьский суд был проигран. Я так подозреваю, что все-таки городской и верховный тоже будут проиграны. И, скорее всего, где-то, наверное, в марте, весной, весной строительная компания здесь появится. Жители говорят, что в 2020 году строительная компания заявляла, что строить здесь не будет. Однако верить в эти слова отказываются. Вы знаете, когда в 2020 году мы здесь, когда вышли на митинг, и приехала тоже пресса, были. Они официально сказали, что мы здесь строить не будем, строительная компания. Но хорошо, если вы строите не будет, тогда почему ваш адвокат присутствовал на судебных процессах? Мы тоже задаемся таким вопросом. Если вы отказались строить, ваш адвокат приходит на судебные процессы. По крайней мере, по отмене постановления их адвокат был на судебных процессах. Как отмечают жители, строительная компания обещала построить для них новое футбольное поле. Но все оказалось не так просто. Потом строительная компания нам в документах, там прям так прописано, что они нам обещают вот здесь, рядом с трансформаторной будкой, построить детям футбольное поле. Я просто сказала тогда, директор строительной компании, я говорю, вы своего ребенка сюда пустите играть, рядом с трансформаторной будкой, разрешите своему ребенку играть в футбол. Как можно, вот посмотрите вот на этом кусочке, да, они говорят, мы у мэрии возьмем этот участок в аренду на пять лет, на пять лет, сделаем вам футбольное здесь поле. Жителям также из заключения Бишкек глав архитектуры стало известно, что земельный участок, где собираются построить жилой дом, определен под благоустройство и озеленение. Это просто, ну я не знаю, знаете, если уже забирают у самого святого, что есть, да, это дети, это наши дети, забирают возможность нашим детям заниматься бесплатно спортом, в данном случае это футбол. Я просто, я не знаю, какое будет будущее у Кыргызстана. И как потом, когда эти дети вырастут, да, и будут, потому что, когда все это, все это началось, ко мне дети подбегали, спрашивали, неужели у нас заберут футбольное поле? Мы говорим, нет, мы будем бороться. Просто когда они вырастут уже, они, как вообще они будут любить и защищать свою родину, да, если будут у них сейчас в этом возрасте, у них отбирают и забирают. Мы несколько раз позвонили в саму строительную компанию БСК Capital Group, но получить комментарии от них пока не удалось. Если нам удастся связаться со стройщиками, мы обязательно опубликуем их ответ.